В 97-м отдыхала я с детьми в Крыму, и мы поехали на экскурсию в Бахчисарей, и экскурсия у меня была с такой гадость, такие мерзости про татар, я не хотела смешиваться, молчала, молчала, почему мои дети должны это слушать? Я говорю, что вы говорите? Ну тут все стали, автобусы все стали кричать друг на друга, одни одно, другие другое, а этот придурок, ну он вообще полный бред нес, экскурсия была идиотская, а еще все время он добавил какие-то гадости про татар, типа потому что, ну татар, вода есть, не то что у нас, и он вдруг так, пока вот все орали друг на друга, он так тихонечко повернулся к моему мужу, говорит, вы не представляете, какой ужас здесь был, что здесь делали с татарами. То есть вот это вот он сам рассказывает, а в экскурсии он говорит гадости, почему, я не знаю. И помню, как, наверное, в 2009 году мы были, с учениками были в Гузофе, и когда надо было уезжать, вдруг, ну это была какая-то организованная поездка, экскурсия, вдруг стали нагнетать, завтра выступление татар, они могут тут все разгромить, мы вас повезем под вооруженной охраной, какой вооруженной охраной, и вот мы едем, там что-то все перезваниваются, где они собираются в Симферополе, что сейчас будет? Люди просто отставили свои права. Вокруг этого вот этот вот страх, эти стереотипы, конфликты. И, конечно, мы можем сказать, это происходило в тот момент, когда Крым был уже украинским. И вот здесь мы переходим, конечно, к самому сложному, к самому острому конфликту. Вот в 1991 году там проводили референдум, был вопрос вызова создания Крымской автономии как субъекта СССР. То есть была идея создать, ну, республику, равную СССР, равную другим республикам, но что было, конечно, совершенно нереально. И в том же 1992 году была объявлена автономия Крыма, но в составе Украинской СССР. Ну, а дальше, как мы знаем, распадается Советский Союз, и Крым оказывается в составе Украины. И, ну, он сказал так, что, конечно, там очень смешанное население. Разговор о том, как страшно угнетали русское население в Крыму, преувеличено раз в 500 примерно. Никто там никого, конечно, не угнетал. Если говорить о тех, кого угнетали, то угнетали, конечно, крымских татар, в которых были большие очень проблемы с возвращением, с получением компенсации, недвижимости и так далее и тому подобное. Но я вот думала об этом и поняла такую вещь, что все вот эти проблемы, которые там были, конечно, они были в рамках Украины тоже, но это была другая Украина. Это была Украина до Майдана. Это была, мягко говоря, недемократическая Украина. И вот по трагической иронии судьбы, после 14-го года, после Майдана, когда началось формирование демократической Украины, вот тут-то людей стали запугивать, что как же они будут в этой ужасной Украине жить, а надо к супердемократической России обратиться. Ну и дальше мы знаем всю историю. Значит, танки, вежливые люди, карикатура на референдум, который, естественно, никогда никакой законный суд и законное правительство не может принять. Ну и дальше все то, что происходит сейчас. И можно очень много и долго об этом говорить, и спорить, и что угодно. Для меня, вот мне очень понравилось, один мой друг рассказывал мне, как он разговаривал со своей учительницей старой. Ну, этот человек, мой ровесник примерно, соответственно, учительница его уже, чуть старая женщина, которая страшно радовалась, что Крым наш. А он ей говорил, вот вы же нас учили в школе, что обманывать нельзя, а мы же обещали Украине, что не будем посягать на нее. И понятно, что он имел в виду. Он имел в виду Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Нам всем говорили, родители в детстве, учителя в школе, не надо обманывать, пообещал, дал слово, держись. Вот это такая простая вещь. И мне кажется, дальше уже, просто мы перед ним пасуем все разговоры про страны солдат НАТО, и вот вся эта фигня, извините, последующая. Вот дальше тут как раз вопрос о том, что так любит вспоминать сегодняшний наш президент, что, значит, западные державы, как он сказал однажды, надули Россию, обещали, что НАТО не будет расширяться на восток, а НАТО расширяется. Кто кому что обещал. Это все очень, конечно, замечательно. И в частности, там, значит, он поднял вопрос о том, что НАТО не должно расширяться на восток. Во время устных переговоров. И государственный секретарь тогдашний, Бейкер, тогдашний госсекретарь США, сказал, да, да, конечно, этого не будет. Но это были устные такие предварительные переговоры. Дальше шли эти переговоры. Дальше они написали документ, договор, на каких условиях будет объединяться Германия. Ни слова о том, что НАТО не будет расширяться на восток, не было. В том же 2007 году на конференции в городе Мюнхене по коллективной безопасности Путин произносит свою мюнхенскую речь и говорит, нам нужна новая архитектура безопасности, которая учитывала бы интересы всех. Советский режим трансформировался мирно. Так почему же сейчас при каждом удобном случае надо бомбить? Зачем развертывается про противоракетный оборон в Европе? Расширение НАТО ничего общего с безопасностью не имеет. Против кого это расширение? Что стало с заверениями после распуска Варшавского договора? Ну, про заверения я уже сказала, не было никаких заверений. Ну, вернее, были, но совершенно не связывающие никого никакими обязательствами. Что касается расширения НАТО и вот этого всегда бомбить, конечно, не всегда бомбить. А в крайних случаях бомбить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лариса Головушка, ничего не поделаешь. Мы с тобой с детства почти родные. Что мне делать? Помоги. Лариса, я рад бы, но я ничего не могу. Да я ничего не требую, пожалей только. Не могу, Лариса, не могу. У тебя тоже цепи. Какие? Слово честное. Купеческое. И не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. И полное обеспечение на всю жизнь. Стыда не бойтесь. Осуждений не будет. Я могу предложить вам такое драматное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать. Для меня невозможного мало. И... Ну, отвечая на вопрос, чей Крым, я бы сказала так, что этот вопрос вообще бессмысленен. Этот вопрос ни на чем не основан. Отвечая секунды. Спасибо.